Музыка Благодарю, Сергей Валерьевич, за приглашение на комиссию. Завтра мы представим проект концепции плана действия противодействия кибервызовам. Но сегодня я бы хотел проинформировать коллег о ситуации, которая сложилась в Армении и во всем регионе. Во-первых, как вы знаете, 27 сентября Азербайджан прервал переговорный процесс, который шел с 1994 года, и который, в принципе, уже ввел к конкретным решениям и прервал с применением и привлечением в регион не только своей армии, но и определенной роли Турции, усиления влияния Турции. Прервал с привлечением в регион террористических организаций, террористов, о которых было заявлено с очень высоких трибунах. Это все привело к тому, что, кроме того, что идут очень активные боевые действия с применением всех сил и средств вооружений, кроме того, привело к гуманитарной катастрофе, то есть порядка 100 тысяч беженцев, которые сегодня с территории Республики Арцах или, как говорится, Нагорного Карабаха, сегодня перебрались на территорию Республики Армения. И в условиях, когда еще вот эта пандемия и так далее, это, конечно же, уже привело к гуманитарной катастрофе. 100 тысяч беженцев. Вот это примерно так. Я же не говорю о том, что это тысячи и тысячи погибших и уже десятки тысяч раненых. Какие вызовы и угрозы мы видим в этом всем? Угрозы, во-первых, это создание, мы видим, конфликт у нас, это общий конфликт, создание пояса нестабильности вокруг ОДКБ и уже в ОДКБ. Вот если мы посмотрим по всему периметру, Армения, Беларусь, Гиргизия, это раз. Второе, что мы видим, это возможность расширения конфликта на территории ответственности ОДКБ. То есть уже территория Армении обстреливается. Были нанесены ракетные удары на территорию Армении по боевым частям армянской армии, по установкам ракетным, по узлам связи и так далее. На территории Армении, подчеркиваю. То есть на территории ответственности ОДКБ. И тенденция расширения этого конфликта на территории ответственности ОДКБ, она отчетливо видна. И даже если Азербайджан, у меня такое личное мнение, не личное мнение, а обоснованное мнение, если даже Азербайджан захочет прекратить действия, как он обещал в Москве на переговорах с Лавровым, то Турция ему не даст этого сделать, потому что задача Турции не в том, чтобы остановить войну, а в том, чтобы, пользуясь войной, войти в регион. Здесь я два слова хочу сказать о распространенном мнении в Армении, в политических кругах, в общественных кругах, о том, что все-таки территория ответственности ОДКБ, она не должна разделяться, знаете, как по метрам и сантиметрам. То есть, если непосредственно при этой территории непосредственно ведутся боевые действия на уничтожение гражданского населения, я думаю, что здесь нам надо задуматься, а какая должна быть реакция ОДКБ, потому что это все-таки для нас серьезный вызов. Следующий очень серьезный вызов – это создание нового очага исламского терроризма непосредственно, около границ ОДКБ. Это Южный Кавказ, но этот очаг может перекинуться в любой момент в Среднюю Азию, уже из Южного Кавказа. Как он перекинулся очень легко из Сирии в Южный Кавказ, так и он легко может перекинуться и на Северный Кавказ, как это уже было, и может повториться, и может перекинуться на Среднюю Азию. То есть мы должны видеть реальность этой ситуации. Следующий вызов – это внедрение в регион третьих стран, в частности Турции. Турция практически сегодня, как и сто лет назад, очень такие параллели, практически пытается аннексировать за Кавказ. Турция сегодня имеет огромное влияние в Грузии, огромное и политическое, и экономическое, и это влияние постоянно растет. Турция сегодня имеет практически полный контроль над Азербайджаном, особенно над воинными силами Азербайджана, которые сегодня в большей части уже контролируются и регулируются турецким генштабом. Задача Турции – сломить сопротивление, которое сегодня составляет для нее Республика Арцах, и выйти на уровень, когда она будет вместе с другими странами, в данном случае сопредседателем Минской группы, Россия, США, Франция, сядет за стол переговоров в качестве регулятора. Даже последнее было ее предложение убрать оттуда Францию и США, а наравне с Россией решать судьбу Южного Кавказа. К чему это приведет, мы понимаем, дело в том, что, во-первых, это будет основа подрыва Ирана изнутри, и это очень реально на сегодняшний день. Кстати, я должен сказать, что боевые действия в основном идут на границе с Ираном. То есть основной удар азербайджанской армии, он приходится на вот эту узкую полоску границы Нагорного Карабаха и Ирана. Для того, чтобы отрезать Нагорный Карабах, а вместе с ним и Армению, а вместе с ним, я думаю, все мы понимаем, и российское влияние, от этой полоски границы с Ираном. Должен сказать вам, что на той стороне этой границы, которую сегодня пытается захватить Азербайджан, живет 95% это азербайджанское население, это так называемый западный Азербайджан, который, как вы знаете, несколько раз в истории уже пытался отделиться от Ирана, поднять там восстание и так далее, и так далее. Это болевая точка Ирана, это Ахиллесова пята, на которую будет давить Запад для того, чтобы разрушить Иран. Именно вот с этой целью сейчас ведутся боевые действия. Не с целью там, я не знаю, завоевания Карабаха и так далее. Турция это, так сказать, вторично интересно. С целью именно взять эту полоску территории и оттуда уже вести боевые действия, которые велись, в принципе, против Ирана различными странами именно с этой территории Азербайджана. То есть взрыв Ирана, вы представляете, что это будет для ОТКБ, какой-то будет новый вызов, и справимся мы с ним или нет, я не знаю. Экспансия Турции, она обозначена в официальных документах этой страны. Это политика нео-усманизма, это идеология нео-исламизма, которая состоит из двух частей – пан-тюркизм и пан-исламизм. Это симбиоз этих двух достаточно старых и традиционных турецких идей, турецкой идеологии. Это симбиоз, который сегодня, ну не сегодня, а уже где-то примерно лет 10, достаточно серьезно разрабатывается Эрдоганом и внедряется в практику. То есть это выход после захвата экспансии и аннексии за Кавказе, это выход на Северный Кавказ, это выход на Среднюю Азию, вплоть до уйгуров в Китае. Должен вам сказать, что очередной задачей Турции, конечно, является выдавливание России из-за Кавказа. Потому что чем больше там будет иметь Турция, тем меньше там будет иметь Россия. Очередной вызов – это беженцы, беженцы, которые наводнили одну из стран ОДКБ. Это урон, который нанесен армянской армией, как тоже член ОДКБ. Это экономическая составляющая этой войны, которая, конечно, привела к тяжелой разрухе. Это все тоже вызовы для нашей общей с вами организации. Вот здесь, вы знаете, вот пошла дискуссия национальные интересы, государственные парламенты и так далее, и так далее. Где эта грань? Я вам должен сказать, что внутренние процессы, которые происходят в наших странах, они непосредственно влияют на боеспособность и безопасность и другие параметры всей организации ОДКБ. Но в любой стране могут происходить какие-то изменения внутренние, как казалось бы, изменения, но эти внутренние изменения приводят к нашей общей проблеме. Поэтому здесь есть грань, мы должны с вами действительно очень серьезно подумать. То есть, когда мы говорим, знаете, вот да-да-да, это вопрос лично именно вашей страны, вот мы в него не вмешиваемся и так далее, но наши контрпартнеры вмешиваются в наши внутренние проблемы. Эти фонды Соросов и прочие эти организации, эти неформальные, так сказать, эти движения, они же вмешиваются в наши процессы, и никто не спрашивается, а вы хотите этого? После того, как они вмешиваются, они делают революции, они ставят своих ставленников, они делают, изменяют внутреннюю политику, изменяют внешнюю политику, и в конце концов это все может привести к тому, что для всех наших общих стран это приводит к какому-то кризису. Поэтому сейчас это новый вызов, давайте мы не будем думать, вот действительно, вот я согласен с нашим уважаемым экспертам, начало 90-х, когда мы все говорили о параде суверенитетов, да, и это было очень модно. Я думаю, сейчас надо как-то перейти к решению этого очень серьезного вопроса. Где эта грань? Где грань, когда мы можем потерять общую безопасность из-за того, что какой-то из наших стран, какой-то из наших стран, наши контрпартнеры, это не народы этих стран, это контрпартнеры путем своих инструментов, так называемой мягкой силой, производят процессы. Вот давайте задумаемся над этим. Я хочу поблагодарить Россию за то, что она делает сегодня в нашем регионе, за то, что именно Россия показала, что самая заинтересованная страна в мире и самая дееспособная страна для установления стабильности в том или ином регионе, как минимум в постсоветском пространстве, это Россия. ОБСЕ показало то, что минская группа не справилась со своей задачей. Минская группа должна была обеспечить, дать гарантии безопасности в регионе. Минская группа не справилась. Только одна из стран этой группы, Россия, сделала шаги и делает шаги. И сегодня наш народ еще раз понял, что именно к России обращен сегодняшний взгляд армянского народа. Я не буду говорить сейчас о парламенте, не буду говорить сейчас о власти и так далее, я говорю о народе. Потому что именно народ сегодня страдает, именно дети этого народа сегодня погибают. И именно этот народ становится беженцем. Поэтому именно народ сегодня обращен к России. И сегодня, я думаю, уважаемые эксперты и коллеги, что, может быть, даже несколько нестандартные шаги России могут сделать очень большой задел не только для того, чтобы сегодня восстановить мир и восстановить стабильность в регионе, но и на будущее, на политическое будущее этого региона, на политическое будущее Армении. Поэтому сегодня, я думаю, надо уже подумать на замену формата по минской группе, формат трехсторонний. Армения, Азербайджан при посредничестве России. При жестком, так сказать, я бы попросил назвать его жестким посредничеством, то есть твердым и настоятельным посредничеством России. А армянский народ сегодня примет такое посредничество России. Я хочу сказать как парламентариям, что сегодня, конечно же, назрела необходимость в создании новой безопасности, новой системы безопасности не только по ОДКБ, но и новой системы безопасности по всей Европе. Потому что завтра мы можем, кроме ОДКБ или кроме Нагорного Карабаха, да, может случиться всякое. И Крым, я сам, кроме всего прочего, являюсь представителем Республики Крым в Республике Армения, поэтому для меня Крым это очень родное, очень важная, так сказать, важная ситуация. Это и Крым, это может быть и Приднестровье, это может быть и бывшее Югославие и так далее, так далее. Это нужна новая система безопасности в Европе, которая бы решила главную дилемму мира после Советского Союза. То есть, эта дилемма, что важнее из двух международных принципов? Это принцип нации на самоопределение или это принцип территориальной целостности? Вот они никак, эти два принципа, друг к другу не клеятся. И вся Европа или весь мир, он постоянно бурлит именно из-за того, что мы никак не можем разобраться с этим принципом. Поэтому я хочу обратиться к вам, как представителям парламентов, парламентариям. Я думаю, что надо предложить универсальную формулировку. Универсальную формулировку предложить, причем с внесением Совета Безопасности ООН. Если какие-то там трения, но при этих трениях в каких-то странах, допустим, национальное меньшинство, оно не подвержено угрозе физического уничтожения. Оно не подвержено угрозе военных действий, применение военных действий против него, применение оружия и так далее, применение силы. И оно обеспечено своими правами, международными правами, как национальное меньшинство. Ну там какие-то есть трения и так далее, их возможно решить. Конечно же, тогда надо дать предпочтение территориальной целостности. Но если национальное меньшинство подвержено угрозе физического уничтожения, и уже не угрозе, а физически уничтожается, практически уничтожается, уничтожается инфраструктура, уничтожается жилой фонд, уничтожается экономика национального какого-то образования, то тогда, конечно же, для безопасности, общей безопасности, нужно дать предпочтение принципу самоопределения над территориальной целостностью. Именно вот это решение, если ОДКБ, Межпарламентская ассамблея ОДКБ, каким-либо образом сможет выйти с такой идеей, я думаю, эта идея поможет решению других проблем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова